всем привет дорогие друзья рад вас приветствовать на своем канале и с вами витарган 177 сегодня на обзоре у нас с вами будет карта на лесоповал версия вк от автора dimon 43 доработана конвертирована для последней версии игры заработал конвертировал у нас виталий кубышанец для версии игры 03 03 16 на карте 1 лесоповал 1 гараж 1 заправка 2 пилорамы 1 точка погрузки из авто мы здесь с вами увидим камаз 65 22 урал 43 20 краз 255 плюс 4 дополнительных слота для выбора авто автор доработки как я уже всем сказал виталий кубышанец и он нам пожелал приятной игры спасибо за пожелание давайте посмотрим на миниатюру такая миниатюра кривая по диагонали расположена расположена она у нас по диагонали по той простой причине что у нас карта такая колбаска образная то есть она у нас прямоугольная ребята они как мы уже привыкли все видеть квадратная но автор решил сделать прямоугольную карту ну за что я в принципе ни в коем случае никаких нареканий высказывать не стану это право автора правда смотря на эту миниатюру как-то не очень все понятно но да и бог с ним что называется карта судя по всему то есть не судя по всему а вот я утверждаю что карта у нас небольшая мыси пуск такая вот я уже с виталинка бы шанса на эту тему пообщался что за карты почем вот и собственно говоря он они не мне немного рассказал четыре дополнительных слота так опять звездочки полетели 4 дополнительных слота это супер гуд естественно мы занимаем эти четыре слота своим транспортом хаммерочками в данном случае также у меня здесь есть такой хаммер почему такой я вроде другой хотел ну ладно пусть там будет такой вот ну ладно и собственно говоря поехали так спавнимся мы с вами дорогие друзья накрас 255 вон у наш хаммерс лежит сидит стоит не знаю как правильно знать раскорячился короче вот и давайте наверное будем что мы здесь будем делать открывать гараж ну это я люблю это я люблю что что а гражит и я открывать умею особенно судя по последним по последнему обзору карте это у меня получается просто шикарно так берем ориентир он . давайте поехали к этой точке не знаю как неправильно подъехать я поеду поэт что папа 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 попал я уже лучше добавок перед все карту я уже открыл вот он вот они они гаражные части но здесь уже дело за малым что называет ватен хон 43 20 чт так ну так куда бы нам рвануть так на чем ворвануть да давайте наверное пересяду я в свой урал так здесь что у нас дома какие-то смотрите погребок я конечно понимаю что опаньки от соляра то у меня здесь не густо где заправка вот заправка нам надо на заправку сначала по любому вообще просто как не крутить нам сначала надо на заправку 37 литров это конечно хотя вы знаете я думаю мне как раз не пригодится здесь ним должно быть 400 литров пол полцистерны действительно вот и вот так вот наверное давайте на 40 до 4320 я доеду попытаюсь по крайней мере это сделать так на ручнике не едет оно нормально смотрите погребок как оформлен а это не погребок и построившийся дом стали что-то или доски там лежат не ну как-то прикольно в принципе так я принципе уже увидел этот как вон 4320 мелькнул он своим лобовым стеклом вот он стоит у нас дорогие друзья вот она но все рядом пересаживаемся топливо 5 литров вообще ни о чем мне кажется даже и до заправки не дотянем реально 5 литров бред вообще пипец как мало все-таки рекомендую я вам воспользоваться дополнительным транспортом так . погрузки там это у нас сам давайте ладно на урале я еду где там действует пересаживаюсь так напрямки до по прямой так еду на урале вот а там дальше уже будет видно но здесь присутствует некая грязюка которая не особо люблю которая так скажем я называю невидимой грязью да в данном ситуации она что-то как-то не в тему вот так делать она видна хоть как-то хоть что-то хоть чуть-чуть блин но тогда еще бог бы с ним пускай она и будет да как в этом все пределах нормы когда вроде как она не должно быть да то есть мы ее не видим здесь вот колея до как-то забавайте здесь своим уралом да не управлюсь узнаете что-то как-то здесь все слишком хардкорно прям хотя не неплохо бежит грязь смотреть как красиво сделано вот вроде бы маленькая карта да но плен сделано красиво есть конечно косяки в плане этого как его там грязи невидимый да ну не знаю может для меня это только косяк отчасти вот но тем не менее так смотрим что у нас там с этим автомобилем соляра блин прям булька что называется в бак нагадил вот по дамагу тоже не все так хорошо как хотелось бы ну ладно давайте пробуем пробуем сначала тянуть его знаете у меня отчасти дожавю у меня точно такая же картина вчера было вот пробуем тянуть давайте попробуем да нет нет да там уже в крайнем случае будем заводить его и косяк с водичкой что-то она здесь не прорисовалась не прорекретилась и противники ренилась да не тянется слушать отчасти реально дожавю ребят лучше не могу с этим поделать блин ну понеслась давайте ладно заводим заводим и потихонечку отсюда указюриваемся на 14 литров это конечно отчасти ни о чем да ну ладно будем пробовать доедает добираться так выходим на дорогу здесь выходим здесь на дорогу по большему счету там если ориентироваться на карту никаких как чтобы быть не должно взяли дерево в колею положили но ориентируясь на карту да я могу сказать следующее смотрит лакосный вид сделано да красиво я считаю очень красиво очень офигенно сделано вообще место с просто великолепнейшая ориентируясь на карту да но вроде как и это и кажется все легко но учитывая вот эту невидимую грязь все на самом деле может быть оказаться печально вот тут я про что и говорил а камеру медицинской ай да им . да Дальше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Прицеп ацепился. Ешкин-хо, да что же со мной творится-то вечно. Что же со мной-то вечно все не так-то как хотелось бы. Как мне теперь его? Ну как мне теперь под него засунуться? Да у меня соляра-то нет, Ешкин-хо, да. Ну кто так строит, а? так ладно делаем проще делаем проще с этим камере у меня тоже топлива не так смог хотел все грязно все испачканно так придется извращаться благо я парень идейный что-нибудь придумал вот так отлично где там у меня краз 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 так с кразом у нас все чики-пуки нам надо туда как-то по-бырому попасть я думаю по пути как я здесь на хаммере проезжал я думаю на край здесь проеду достаточно просторный лесок нет такого чрезмерно густого засаждения ну вообще шикарные ну мне сегодня удачу можно сказать прям идет в руки так 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 блин не дотягиваюсь йокарный бабай так для тех кто смотрит мои обзоры ребят несовершеннолетние даже более того мне уже задавали такой вопрос йокарный баба не считается матным словом если что мало ли у нас при родителях смотрят вот на это у меня в принципе обзоры ориентированы что что старт что млад может смотреть мои обзоры и при этом не повредить своим ушам и нервам ваших родителей так что ребят смотрите мои обзоры никогда не услышите весьма одного слова так скажем мои видео обзоры рассчитаны на широкую аудиторию могут смотреть все абсолютно девочки мальчики бабушки дедушки пиклинки дядечки а это как то маловато стоять не падать Так, ЧП как всегда ЧП, но это просто Без этого никуда Так, ты у меня будешь здесь Опорой, упором Да, упором будет правильнее Как всегда, маленькая карта Большой геморрой Блин, ну Как всегда, традиционно Так, продолжаем разговор Поехали Да, хрен вам называется Господи, ну на что тебя посольмут Ну вообще, какую фигу нацепился Вот ехал, объезжал машину Просто-напросто взял и оцепился Хоть убей меня, я не понимаю Почему оно так произошло Что ты там цепляешься Как мне под него залезть? Я просто не ума не говорю Как я под него залезть? Нет, опрокидывать не надо По-моему, я сейчас сделал только хуже Так, пересаживаюсь в камер Цепляем Сейчас вероятность опрокинуть Что-то полуприцеп очень велика На, до свидания Улетели навсегда Да-да-да-да-да-да Но я, кстати, никогда не видел с этого ракурса Полуприцеп За всю историю игры в спинтаре За первый раз вижу полуприцеп с такого ракурса Вообще шикарно просто Ну что может быть лучше, ребят? Вы где-нибудь видели еще такие обзоры карт? Нет, я думаю Вот, посмотрите Так Отцепите от меня Зараза как Так, 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 так Так Блять, давай поднимайся Будь здоровым Не хочет подниматься, ребят Я не знаю, что с ним делать Ну, честно, смогу Вот ты хоть кол на голове чеши Я не знаю, что с ним надо сделать О! Обратно только не надо мне туда Так Едем в обратную сторону И взять сюда за мной Еще так никто гараж на армию открывал, да? Вот, посмотрите, как это делает Виторган Так, аккуратно Только не опрокидывайся Я это прошу Просто умоляю, блин Не опрокидывайся Сся-ся-ся-ся-ся Так Стоять О! Супер Послушный Блин, ну я тут уже говняшек не висил, конечно Блин Полуприцеп весь из глаз Углаз дал В гаражной части там, наверное, все попереломал Давай! Засуйся ты туда Паршивец-то я так Ну и что? Я думал, я сейчас укрусь И он приподнимется Нет, болта он не приподнялся На-на-на-и-на-на-на-а Так, может быть По дороге в гараж Я там что-нибудь Увижу такое подходящее Давайте попробуем До гаража доволочиться Каким-нибудь волшебным образом Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok вот болит все равно 4 надо давайте попробуем немножко все таки слегка от вылазить блин ёшкин кот ну что ж это такое что же за конкурент такое блин а чай застрял и учит я по-моему окопался тут дай боже блин придется послушаться данилу опять темнеет я опять не открыл гараж короче попа какая-то полная путь урах так так ну что тебе опять-то надо а что переборщил давайте попробуем вот так сделать давай блин прям чуть-чуть не хватает так уже темнеет а вот сына и не там так ладно пересаживаюсь опять сюда ты блин нажми на кнопку так 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 давайте обере это немножечко время того на этого и возвращаюсь ой в это проклятущее место а я думал застрял так теперь обратно задвигаем его туда и может быть еще попробовать его подтолкнуть вперед что ли и и Ёшкин, кот, чё тебе надо, а? Блин, ну, немножко, ну, немножко криво, ну, ёшкин, ну, ну, что это прям, я не знаю, ну, прям, что тебе, миллиметр, миллиметр прям надо насадить, а? Подумаешь, блин, чуть-чуть кривовато. Да ёшкин, кудряшкин, что тебе хочется от меня? Ты меня уже раздражать начинаешь, приятель. Так, давайте я попробую вот так вот. Вот так вот. Ё-моё, да ладно, да чё, серьёзно, что ли? Что это у меня получилось, что ли? Да, ну, я не верю, вот, вот, вот уже. Я просто уже... Ага, получилось, я мне ещё отсюда выехать надо. Я просто утонул по самой неболу и просто вот это... Надо же было так умудриться засадиться. Ну, и грязь здесь. Так, где у нас гараж, что ли? А, гараж у нас прямо, надо было ехать. Ну, в принципе, ладно. Сейчас опять придётся нырять в эту грязь. В эту... В эту вообще... Поехали. Ну, с Урал убрать, всё-таки? Да, я, пожалуй, Урал уберу. Хватит уже рисковать. Не надо мне писать. Сейчас тоже я вам не обзор. Так. Погнали! Ребята, мы сейчас с вами откроем гараж. Открываем гараж и всё становится очень хорошо. Я прямо сейчас буду. А чё локация гаража такая маленькая? Для УАЗика, что ли? Ну, обделили прям вообще, а? Просто взяли и обделили. Ну, наконец-то! Просто я не верю своему счастью. Неужели я открыл гараж, а? Ну, это просто... Смотрите, я машинку раскидал. Чуть ли не по всей карте уже. Так, ладно, возвращаюсь я... Во что я возвращаюсь? Вот, Хаммер H1. Давайте я на нём на съезде куда-нибудь в область точек погрузки. Правда, с топливом у меня бы не всё так хорошо, как хотелось бы. Так, правильно я стою? Так, мне надо направо. Посмотрите, вообще чё почём. Насколько всё там красиво или некрасиво. Ну, и здесь вот мне вот особенно место вот это нравится. Вообще шикарно сделано. Вау! Кстати, вот здесь тоже можно проехать, да? Типа, или что... Что здесь так всё запачканно-то, я не пойму. Зачем это всё так было запачканно? Давайте попробуем здесь. Мне, в принципе, всё равно. У меня автомобиль-то достаточно высокопроходимый. Ну, в грязи прыгает, как Сайберг. Ага, а дальше лес, да? А, нет, стёжка какая-то есть. Клея какая-то там. Если здесь, конечно, так и клеи дрова вести, то я, наверное, с ума покажу. О, это что, лесоповал? Лесоповал вот автоматический. А вот здесь у нас, ребят, точка погрузки будет. Давайте поедем, посмотрим, что там у нас с точкой погрузки. Так, давайте точку разведки сначала. А потом, собственно говоря, точка погрузки. Ну, точка погрузки на удивление, вот реально на удивление, достаточно комфортно выглядит. Обычно, знаете, типа, ну, точка погрузки делается для режима симулятор. Вот. Обычно в режиме симулятор там усложняют эту точку погрузки, чтобы загрузить было не так уж легко и просто. Но здесь же у нас всё офигенно. Домик стоит заправочный, а по факту тут нет ни болта. А почему? Убрал, наверное, Виталий, что ли, убрал. А так было бы неплохо. Да, блин, я не знаю, в принципе, до одной заправки, я не знаю, выше крыши. А зачем тут надо было делать ещё? Ну, вот, ребят, собственно говоря, да, вот до пилорамы я не доехал. Я думаю, вы сами это сделаете с большим удовольствием. Карта маленькая, прикольная. Грязи, что называется, от души. Вот. Поковыряться, покопаться, я думаю, всем доставит большое удовольствие. Присутствуют пути сокращения через лески в некоторых местах. Так что не теряйте такие моменты, где можно сократить. Запоминайте эти места. Я думаю, даже с брёвнами отчасти здесь можно проехать в некоторых местах через лесок. Вот. Тем самым очень хорошо облегчить себе ситуацию с доставкой брёвен. Вот. На этом я, пожалуй, заканчиваю свой обзор. Спасибо всем большое за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, Vitargan 177 Pintairos. Скачать вы эту карту сможете, как в моей группе, Vitargan 177 Pintairos, увидев ссылку под видео и на сайте STMods. Всем большое спасибо и всем пока.